Одному потерпевшему 9 лет, второму у нас 12 лет потерпевшему. Нанёс удар и сорвал цепочки. После чего в неизвестном направлении парень и девушка скрылись. Незамедлительно сотрудники милиции передали ориентировки на преступников в патрульно-постовой службе. Также по данному делу были сориентированы авто и железнодорожные вокзалы. В ходе оперативной работы был задержан молодой человек. Он попытался ввести в заблуждение сотрудников милиции, представившись вымышленным именем и жителем города Орла. В ходе проверки было установлено, что данного гражданина нет. Адреса, который он называет в городе Орле, не существует. Преступник оказался жителем Курска и на данный момент находился в розыске. На допросе он признался, что приехал вместе с девушкой в Брянск на праздник Дня города. Познакомившись с тремя подростками, они вошли к ним в доверие, заманили их в подъезд одной из многоэтажек. Девушка осталась с двумя подростками между третьим и четвертым этажами, а парень отвел одного подростка на седьмой этаж. После чего попросил цепочку посмотреть. После того, как цепочку ему передали в руки, он нанес удар одному несовершеннолетнему, которому 9 лет, и быстро начал спускаться. Когда спустился от третьего этажа, сорвал с груди второго еще одну цепочку, нанес еще один удар. Девушка в это время уже, согласно их договоренности, спустилась вниз, открыла дверку домофонную и держала дверь, чтобы благополучно ее товарищ выбежал из этого подъезда. И предположительно, на их совести не одно преступление. Оперативники выяснили, что этот дуэт мог совершать преступные действия также на территории Орла, Курска и Белгорода. И если вы узнаете в этом человеке лицо, совершившее преступные действия против вас, ваших родственников или знакомых, позвоните в дежурную часть отдела милиции номер 3 по городу Брянску по телефону 26 10 42 или 67 0209. Андрей Мамошин при поддержке Пресс-службы УВД.